А наша кафедра предложила участвовать и как бы мы сразу согласились, там группу привели в кабинет, предложили, да, почему бы и нет, я практику прохожу тоже в ГИБДД, только на Фонтанной. А что самое интересное для вас в сегодняшнем мероприятии, вот в программе из того, что заявлено? Ну, наверное, поучаствовать в дорожно-патрульной службе, посмотреть, как они работают, ну и, конечно же, испытать на себе, что такое бронежилет и посмотреть, как разбирается, собирается пистолет Макарова. Для начала мы отделяем магазин, особенно девушкам будет сложно, потому что надо надавить на пружину, которая у нас выпускает в магазин. Отделяем магазин, снимаем предохранители, вот предохранители, предохранители, отводим заднее положение, проверяем здесь наличие патрона. То есть патрона нет, если он есть, он вылетает. Отпускаете, скобу, снимается отвор. Скобаю обратно, пружина снимается. Все, пистолет разобран. Неполный разбор. Я же говорю, снимается предохранителя, проверяем патрон, патронник. Итак, не увешивай, лучше вот так влечить. Покажем всем. Чаще всего за вами смотрят, как вы играете. Все, с кого забываете. С кого забываете. И вот. Давайте, извините. Они проживают полностью, весь жизнь сотрудника ГИБДД. А сотрудник ГИБДД это не только дорожно-патрульная служба, это большое количество направлений работы. Начали они именно с построения на плацу, участвовали. Потом уже было совещание, довели оперативную обстановку. Дальше познакомились с вооружением, комнату вооружения, с дежурной частью, с работой. Вот сейчас мы находимся на бывшем 19-м КП, так называемом. Сейчас его нет, стационарного поста. И они смотрят именно работу на линии инспектора дорожно-патрульной службы, как он общается с водителями, с пассажирами и так далее. Следующая, вторая половина дня, это у нас знакомство с регистрационно-экзаменационным подразделением и центром автоматической фиксации правонарушений. Это тоже одно из направлений ГИБДД. Они посмотрят при постановке на учет автомашины, что проверяет сотрудник, как это происходит, выдача госномеров, как происходит выдача водительских удостоверений и так далее. Хотелось бы, конечно, работать в ГАИ, но также у меня предпочтение, хотел стать инструктором именно в школе, в автошколе. А если работать в ГИБДД, то чем конкретно хотелось бы заниматься? Ну, конкретно хотелось бы заниматься именно расследованием дорожно-транспортных происшествий, более расположен к этому.